всем привет продолжаем гулять по моему маленькому городку гороховая 28 1754 году владельцем дома 28 был купеческий староста дмитрий кукин после его смерти его вдова мария тимофеевна 1795 году дом кукиной купил иван палочку тайсов следующим владельцем стали купец иван максимов после смерти максимова его жена марф матвеев 1810 году в этом доме жил придворный кондитер жан-теглезинг 835 году снимал квартиру литератор журналист педагог януаре михайлович неверов воспитанники московского университета достаточно известный человек пошел в группу петербургских литераторов бывал у адовского краевского познакомился с пушкиным кстати впоследствии не веров являлся директором лазаревского института научно-исследовательского института востоковение в москве и в 864 79 годах управлял кавказским учебным округом позже составил членом совета министров народного просвещения здесь находилась большая часовая мастерская в интергальтера в 1854 году затем владельцем стала купеческой дочь матрёна ивановна столярова она занимала своем доме квартиру номер один в 1905 году в этом доме открыли магазин финских холстов и льняных тканей финский торговец александр кутванин купец александр шерцигер открыл магазин по торговле часами который работал до семнадцатого года считать 12 лет в 1887 году все имущество столяровой владельцы этого дома перешло владение статского советника Павла Алексеевича Болотова правнука Андрея Тимофеевича Болотова который был известным общественным деятелем ученым-агрономом через три года Болотов заложил дом графа Матвея Александровича Абраксина а в 1898 году продал жене потомственного почетного гражданина Екатерине Андреевне Ротиной в годы Великой Отечественной войны разрушен дворовой флигель у этого дома ну наверное вот примерно все что не удалось вытащить из интернета сайте сайта сети волос каких-то статьи которые нашел в интернете по дому номер 28 по улице гороховая все всем пока всем привет до свидания немножко информации кто жил и кто владел дом 28 по улице гороховая дом 28 все пока всем привет до свидания до новых встреч субтитры подогнал «Симон»